Ракета «Атлас Центавра» состоит из ракеты-носителя «Атлас» и верхней ступени «Центавра». «Атлас» сделан из тонкой листовой стали, спрессованной под давлением. Во время ожидания на стартовой площадке он не выдержит вес «Центавра». Чтобы устранить проблему, учёные сконструировали портальный кран. Он будет держать «Центавра» до самого запуска ракеты. Старт проходит безукоризненно. Но ракета взрывается на высоте всего 9 тысяч метров над землёй. Из-за длительных проволочек на старте нарушена целостность резервуара с горючим. Его изоляция изношена, отчего жидкий водород перегрелся, расширился и затем взорвался. Следователи пришли к выводу, что «Центр управления полётом» действовал слишком медленно и не отвечал требованиям, отчего старт ракеты задержался. Хотя эта варь обошлась НАСА в несколько миллионов долларов, учёным удалось воспользоваться собранными данными и найти более безопасные способы применения водородного топлива в покорении космоса. На первый взгляд неудача привела к успеху миссии Аполлон и высадке первого человека на Луну.